Волновые процессы Давайте еще раз делаем, чтобы это писать уверенно. Значит, что мы с вами сделали? Мы с вами две границы обозначили. И у нас был с одной стороны, да, вот здесь был х равен нулю. И здесь был модуль Юнга первый, плотность первая. И здесь был модуль Юнга второй, плотность вторая. И какая у нас диспозиция? Мы после всех опытов уже должны с вами понимать, значит, что у нас есть. У нас вот здесь где-то отсюда идет, представляем себе, плоский волновой фронт распространяется в первой среде. Ну, естественно, да, среда бесконечная, эту границу, чтобы не занимать тут много места, чтобы фактически ось обозначить, нарисовала вот эту линию нижнюю, да, оси х. Вот, и отражение происходит от границы. И в этой части, в первой среде, две волны, которые вперед и назад бежат. А сюда у нас уходит прошедшая волна. И обычно диспозиция такая, что вот здесь вот дальней границы нету, или она так далеко, что к тому моменту, когда волна до нее доходит, уже отражение назад такое слабое, что здесь можно им пренебречь, и считаем только волну, распространяющуюся вперед вот в этой второй среде. Ну, и это типичная такая постановка задачи на граничные условия. А здесь у нас с вами получается суперпозиция двух волн, причем, если вы вспомните, соберете свои знания по оптике, они здесь оказываются когерентными. Почему когерентными? Потому что они от одного источника, да, и отразились здесь. И все вместе потеряли одну и ту же фазу, или приобрели, или ничего не потеряли, но все вместе, и сдвиг фаз между ними постоянный по школьному определению интерференции. То есть вот в этой области возникает эта стоячая волна, которая является фактически, да, переходя на оптический язык, интерференцией волны, бегущей вперед и назад. Но в механике самое правильное представляет себе продольную волну, то есть когда у нас возмущение, да, сжатие разрежения, вот мы на картиночке с вами видели, они в том же направлении, что и, соответственно, направление распространения волны или вектор К, как хотите, как удобнее. Вот, и это сжатие растяжения есть, да, волна, упругая волна, волна деформации. И мы тут же вспоминаем, что у нас, что мы, да, с вами знаем, что у нас есть сигма фактически, что это такое, это фактически давление, да, это у нас эпсилон и модуль Юнга. Вот, вот так себе представляем эту акустическую волну. Ну и давайте вспомним, да, как мы с вами написали граничные условия и как получили две волны встречных. Значит, у нас было с вами, было с вами вперед, да, в первой среде обозначение, да, еще раз провентилируем, то, что в первой среде это индекс 1, а то, что вперед-назад плюс-минус, и мы вот так с вами написали, у 0,1 плюс, это что значит, 0,1 амплитуда, да, и у нас был косинус омега Т минус К1Х, это с плюсом. И что у нас в первой же среде, значит, у 0,1, встречная волна на косинус, которая встречная, она омега Т плюс К1Х. А во второй среде у нас с вами было У2Х от Т, и там у нас какая волна, раз во второй среде, значит, У0,2, если она вперед распространяется, это только плюс, и значит, что будет омега Т минус К2Х. Во второй среде у нас К2. К2 соответствует, да, от чего берется К2? К2 это омега на В2, а скорость, она, корень, скорость среди, это корень из Е2, соответственно, это корень из модуля Юнга делить на плотность соответствующую, то есть все у нас соответствует вот этим, вот этой среде нашей, да? Да, 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 конечно, 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 значит, здесь косинус, все в порядке, значит, вот такая у нас с вами диспозиция. И что важно при переходе через границу? У нас, что здесь в акустике, что в оптике сохраняется частота. При переходе через границу сохраняется частота по определению, в оптике это означает сохранение энергии фотона H омега, значит, в акустической волне можно фононы, аналоги фотонов, да, себе представить, ну и так далее. Но главное, что у нас частота не меняется, меняется все, меняется К2, меняется скорость, да, а вот частота при переходе через границу не меняется. Сделали, да, мы это с вами? Дальше мы что сделали? Подставили, да, что мы должны знать? На границе у нас есть первое условие, это равенство было на границе, это х равен 0, да, у нас х равен 0, и для любого Т, да, что важно, у нас равно с вами возмущение, а как иначе? Да, конечно, оно должно быть равно, как мы иначе перейдем через границу. И второе граничное условие, это у нас равны напряжение, а напряжение это, не забываем, относительное, значит, удлинение умножить на модуль Юнка, и это будет равно сигма 2 от 0 Т. Значит, и мы с вами все это прорешали, что у нас важно, что вот это есть пропорционально эпсилон, эпсилон пропорционально ДУ по ДХ, то есть мы должны дифференцировать по Х, и отсюда выходит К, у нас это у вас все записано, и в итоге, да, используя вот эти граничные условия, мы получили отражение формулы для отраженной, да, выражение для отраженной прошедшей волны, то есть мы, да, себе обозначили еще такую величину, как акустический импеданс, акустический импеданс это был модуль Юнка на скорость в соответствующей среде, и, используя это понятие акустического импеданса, акустический импеданс, потому что будет такой же импеданс для электромагнитных волн, это волновое сопротивление другими словами, понятно, ну что такое модуль Юнка, да, он показывает, какое у нас будет соответствовать напряжение определенному удлинению, ну вот, и в итоге, да, мы с вами закончили вот этими выражениями, значит, это была у нас с вами прошедшая волна, амплитуда прошедшей волны, не энергия, а амплитуда, прошедшая волна по амплитуде это будет, какая она у нас была? У 0,2 плюс, так, и у нас с вами было, что 2, Z1 на Z1 плюс Z2, вот эти вот, да, через модуль Юнка на скорость выражения, и на амплитуду падающей волны, то есть падающее у нас, как правило, задается источником и известно, а относительно нее можно искать прошедшую и можно искать, и можно искать отраженную, а отраженная это что такое? Это значит первая среда, это значит здесь знак минус, и в числителе у нас будет Z1 минус Z2, то есть разница, и знак этот важен на Z1 плюс Z2. Так, и здесь у нас у 0,1, естественно, все относительно падающей волны считается. Теперь вам предлагается, да, самостоятельно убедиться, что если мы энергию будем считать, у нас же энергия должна сохраняться, то если я сейчас падающую волну возведу в квадрат, у 0,1 в квадрате, плюс, да, падающая будет волна равна отраженной и прошедшей, это будет у 0,1 минус в квадрате, плюс у 0,2 плюс в квадрате, то есть энергетические вот такие вот соотношения, вы можете вот это возвести в квадрат, все и самостоятельно проверить, что амплитуды, естественно, не складываются, потому что у нас не амплитуды сохраняются, а выполняется закон сохранения энергии, да, кто не верит, тот может проверить, возвести все в квадрат. Кроме того, да, теперь что по поводу стоячих волн нас волнует? По поводу стоячих волн нас с вами волнует разбор следующих трех случаев. Вот смотрите, у нас с вами вот эта вот ключевая формула Z1, смотрим на Z1 минус Z2, то есть разность двух волновых сопротивлений, которые есть модуль Юнга, модуль Юнга делить на скорость. Это означает, что если в какой-то, да, во-первых, да, какой у нас случай самый простой, Z1 равно Z2. Это что по сути означает? Что у нас границы нету, что у нас границы не чувствуются, и у нас есть только прошедшая волна, нет отраженной. Ну, естественно, если у нас границы не чувствуются, то у нас отраженной волны нет, и стоячей волны не будет, и, ну, это, скажем, такой-то тривиальный случай, и все правильно получается, есть только прошедшая волна, это тогда у 0,2 плюс, да, равно у 0,1 плюс, и мы все знаем, и у нас все с вами понятно. Теперь второй случай, второй случай, когда у нас z1 много больше, чем z2, то есть у меня там положительная величина, z1 много больше, чем z2, вот это есть свободно болтающийся конец. Что значит z1z равно z2? Это означает, что у меня никакого оборота фазы нет, то есть вот рисуем себе так схематично, дошел вот так вот импульс туда, который по веревке, например, как показывал нам Марина Валентиновна, и обратно он вот так же отразился, вот сюда вот, что плюс, что минус. Вот, и это как бы, да, минимизирует нам прошедшую волну, то есть в этом случае, если z1 много больше, чем z2, то что у нас получается с u0,2 плюс, которая, которая вон там, вон наверху, у нас она примерно, примерно будет, да, примерно какая будет, если 2z1, да, то будет u0,1 плюс, через u0,1 плюс выражаться. Отраженная, ну и отраженная будет без потери пол ванны, как мы сказали, как мы сказали проходить, вот, и без, то есть это отражение от свободно закрепленного, в случае свободно, в случае свободно закрепленного конца. Свободно закрепленного конца. Конца, ну и себе представляем, значит, вот, да, вот такую вот здесь схематично рисуем, когда движется у нас кольцо, да, по шесту, и нету, да, нету, соответственно, границы такой, чтобы нам, чтобы нам блокировать прошедшую волну, то есть у нас u0,2 спокойно проходит. Ну, а третий случай наоборот, когда у нас z1, много меньше z2. Ну, и в этом случае, вот в этом случае мы фактически не получаем прошедшей волны, а получаем полностью отраженную. И у нас как раз возникает, возникает равенство обратных импульсов, то есть, когда у нас вот такой вот импульс пришел, и поскольку у нас оборот на π, да, минус, это что значит по амплитуде поля, у нас обратно пошел вот такой вот перевернутый на, с фазой на 180 градусов импульс. То есть, это такой третий случай, и вот именно вот этот третий случай нам максимизирует отраженную волну, и в этом случае давайте посчитаем как раз стоячие волны. То есть, вот этот третий случай, у нас что получается? На границе мы фиксируем возмущение нулевой, у нас закрепленный конец, у нас закрепленный конец и максимально отраженная волна. Ну, давайте считать, значит, эти стоячие волны тогда. Итак, напишем, как мы получали стоячие волны в эксперименте, в струне в особенности, да, стоячие волны. Стоячие волны складываем еще раз. Это падающая у нас тогда остается в основном, да, у нас прошедшей практически нет. Это наш третий случай, когда оптимальным образом стоячую волну, мы максимизируем ее амплитуду. Все промежуточные случаи, разумеется, тоже работают, и в части, в которой у нас амплитуда падающей и стоячей волны будут примерно равны, там у нас, извините, идущие вперед и отраженные волны будут примерно равны, у нас успешно будет формироваться стоячая волна. Значит, у нас с вами какое условие? На границе у нас закрепленный конец. на одной границе, уже представляем себе вот такую вот, ну, два закрепленных конца, это 0 и L, когда ставим задачу про стоячие волны, 0 и L, и у нас для всех T, что от 0 получается, да, у нас равно возмущение, что от L и U от L и T равно 0, ну, давайте складывать. Тогда что мы с вами должны складывать? В первой среде по нашему алгоритму, что у нас с вами падает, да, еще раз, U01 плюс косинус омега T минус K1X плюс U01 минус, заодно привыкаем, да, минус, это значит встречная волна, и в той же она среде омега T плюс K1X. Вот у меня две такие волны оказались в среде, и поскольку Z1 у нас много меньше Z2, будем считать этот случай, либо сведем все случаи к нему и выровняем по амплитуде отраженную прошедшую, значит, у нас U01 минус плюс U01 плюс примерно равно 0, и у нас тогда U01 минус, это приблизительно U01 минус U01 плюс минус U0. Значит, U01 минус U01 минус равно минус U01 плюс и равно минус U0 обозначим. Ну и все, и таким образом мы складываем с вами, складываем с вами два косинуса в разных направлениях, да, со знаком минус, то есть у нас с вами получается разность косинусов, и мы сейчас их разложим на пространственную временную часть и получим явно нашу стоячую волну. Значит, что у нас получается? U равно в первой среде, да, у нас все это в первой среде с вами получается волна такая. У равно U0 косинус омега Т минус КХ, ну и давайте, да, фазу какую-то начальную запишем, мы не знаем, ее по идее надо любую писать и дальше искать из граничных и начальных условий. И минус U0 мы, поскольку почти все у нас отразилось, это будет косинус омега Т плюс КХ, все это у нас в первой среде, вторую среду, да, мы уже не рассматриваем, туда энергии почти не прочло, у нас разность косинусов, и вот здесь мы с вами получаем произведение синусов суммы, полусуммы и полуразности, да, со знаком минус и разделили переменные, да, давайте эти синусы запишем. Значит, у нас какой будет минус синус альфа плюс бета на 2 и синус альфа минус бета на 2. Значит, расписываем. Минус 2 у нулевое, один синус омега Т, а только время осталось, смотрите, плюс фи 0, аккуратненько аргументы смотрим, как сложили, да, сложили, КХ убралось, осталось только время. И второй синус, это был полусумма, а теперь полуразности, значит, остается у нас синус альфа минус бета, это означает синус минус КХ у нас остался. Вот, вот у нас четко разделились с вами переменные, то есть самое главное, что вы должны знать про стоячую волну, что у меня произведение двух гармонических функций, смотрите, одна зависит, да, минус убираем и полностью это пишем, значит, 2 у нулевое, синус омега Т плюс фи 0 и умножаем на синус КХ. Ну вот, и отсюда мы видим, что у нас нету больше бегущей волны. Вот как только мы, да, можно сказать, такую произвели разделение переменных на время и пространство, в этот момент мы видим, что скорости в нашей волне больше нет, все, есть только две, да, отдельные части, одна зависит только от времени, другая зависит только от пространства. И, коль скоро у нас в концах закрепленных всегда должен быть 0, то мы, используя равенство 0, синус КХ, да, чему аргумент приравниваем, для любого Т у нас КХ должен быть равен, при L, при Х равен L, да, синус КЛ должен быть равен 0, то есть, дальше что пишем, что для любого Т, что для любого Т у от чего? От Х равен 0, ну, от 0 это тривиально, да, там закреплена граница, да, а при Х равно L тоже, и для любого Т у нас должно быть равенство 0, это означает, что КХ, а точнее КЛ, да, при Х равен L, КЛ у нас равно ПН, и это нам дает условие на то, сколько у нас укладывается полуволн, значит, смотрим, вот ровно отсюда мы получили количество полуволн, вот отсюда мы получили количество полуволн в нашей струне, то есть, то есть у нас, смотрим, 2П на лямбда здесь так, 2П на лямбда на вот эту вот длину нашей струны, закрепленной на Пи на Н, значит, у нас длина волны L, L связана с длиной волны, как лямбда на 2 и целое число полуволн, то есть отсюда мы с вами получили вот это вот то, что в струне у нас укладывается целое число, целое число полуволн, и дальше, имея скорость распространения этой волны, мы можем уже звуковую частоту от любого струнного инструмента таким образом вычислить, смотрите, мы точно знаем, что в струне у нас, да, что внутри рояля пианино, что самое простое на гитаре, да, мы точно знаем, как нам получить нужную частоту, потому что дальше вот что происходит, что частота у нас, которая, собственно, слышится, она что есть такое? Она есть скорость на длину волны, длина волны известна, какая, да, у нас укладывается, длина волны у нас однозначно связана с длиной струны, и то есть длина волны это 2L делить на N, а скорость, она определяется натяжением, то есть когда вы подтягиваете струну, вы получаете более высокий звук, потому что у вас больше частота, а скорость это корень из, да, из натяжения делить на плотность линейную, как мы с вами раньше получали, то есть у нас с вами полный контроль вот этой ситуации со струнными музыкальными инструментами, ну а, да, дальше вы напишите, если понадобится для органных труб, то есть смотрите, мы натяжением регулируем скорость, и значит регулируем частоту, буквально в герцах ее можем посчитать, потому что длина волны у нас однозначно еще привязана к фактической длине самой струны, ну и вы можете таким образом любую ноту, да, любую ноту, а ноты все по частотам расписаны, вы прекрасно можете тогда синхронизировать, да, нота ля первая октава 440 герц, вторая октава 880 герц, ну и так далее, от этого все отсчитывается. Значит, вот поэтому, да, любая ситуация со стоячими волнами, она встречается достаточно часто, достаточно часто, и ее нужно вот так вот четко осознавать. И давайте еще, да, насчет, записываем, что такое за мода, да, что такое за нормальное колебание, что понимается под нормальным колебанием в этой струне. Значит, первое, все точки, почему мы говорим нормальное колебание, все точки струны, мы с вами видели, колеблются по гармоническому закону, сейчас, если у меня здесь, вот, все точки струны колеблются, пишем, по гармоническому закону, то есть в каждой точке колебания гармонические, в каждой точке колебания гармонические. Все точки струны колеблются по гармоническому закону. Так, еще чем характеризуется мода, да, если мы что-то обсуждаем слух, еще как характеризуется мода, значит, все, первое, гармонический закон, второе, что мы еще про эти моды знаем, вот смотрим на эти моды, что у нас дано еще про каждую. Мода характеризуется чистотой, количественно мода характеризуется чистотой. Это вот это вот нюнная, нюнная, и мы вместо лямбда подставляем 2L делить на n, то есть это будет скорость числителя и 2L делить на n, 2L и на n. Вот она мода, вот они нормальные моды, в зависимости от целого числа, от натурального даже числа n. И третье, то, что мы про моды должны записать, в каждой, в каждой точке у нас своя будет амплитуда, и амплитуда зависит у нас от kx, то есть у нас есть амплитуда в зависимости от x, и она будет, если мы по времени максимум возьмем, а по времени у нас там косинус, а фазу мы можем там взять такую, чтобы косинус максимизировать, тогда у нас для каждой точки по x будет синус kn на x. Вот смотрите, еще в зависимости от моды, да, у нас есть амплитуда, которая распределена по x, а kn, ну мы опять же знаем, она вычисляется у нас через лямбда n, то есть kn у нас есть 2π на лямбда n, а каждая лямбда n у нас вон вычисляется через, соответственно, через всю длину струны, то есть 2π, и дальше записываем лямбда через 2l на n, 2l на n, значит, вот сюда у нас, значит, πn на l, πn на l, вот наша с вами kn, то есть у нас, подставляя различные n, мы с вами подставляем столько узлов, сколько нужно нам, да, чем у нас здесь короче длина волны, тем у нас будет выше звук, да, чем мы, да, зажимаем лады, соответственно, получаем, да, соответствующие высокие гармоники. Гармоника это и есть мода, это синоним, да, это синоним, гармоника это мода колебаний, и вот мы их получаем, то число, которое может уложиться в струне, значит, сделали струны, следующее мы что с вами должны отметить, следующее это выражение полезное для звуковых волн, давайте еще раз, которые нужны вам, будут во многих курсах и в задачках, и вы это должны тоже писать. Значит, энергетическая, какая главная характеристика волны? Какая главная энергетическая характеристика волны? Громче, кто еще, кто-нибудь еще скажите, я услышала вас. Интенсивность, значит, энергетическая характеристика, интенсивность. Мы с вами получили интенсивность в следующем виде, это будет 1,2, скорость, ρ0, ω в квадрате, и на U0 в квадрате, это возмущение, это возмущение, то есть оно имеет линейный размер. Теперь хотелось бы выразить эту же интенсивность через локальные возмущения давления, вот что полезно уметь делать. Ну, давайте это напишем, да, разочек, чтобы нам понимать, как в случае малых, а почему мы все время говорим про малые, потому что мы в случае малых, гармонических, линейных, находимся в зоне малых, гармонических, линейных колебаний, и мы с вами пишем, что приращение давления, дельта P, приращение к чему? А к атмосферному давлению, это есть, это есть у нас с вами напряжение, это есть у нас относительное удлинение на модуль Юнга, это есть модуль Юнга на относительное удлинение, выраженное как производное ДУ по ДХ, и это есть у нас модуль Юнга, продифференцировали, значит, нашу гармоническую функцию на К, раз мы про Х продифференцировали, У0, и на синус омега Т минус КХ. Значит, обратили внимание на амплитуду вот этого приращения давления, смотрите, ЕКУ нулевое, ЕКУ нулевое, и тогда, зная, что К это у нас омега делить на скорость в среде, дальше имеем с вами, пишем, значит, дельта П, 0, да, дельта П, 0, которую уже амплитуду, значит, пишем, значит, Е омега на В, это вместо К, это, да, осталось у 0. Дальше что? Мы можем умножить, разделить на плотность, Е на РО 0, в числитель пишем РО 0, и омега на В по-прежнему У 0, чтобы нам сейчас свести, зачем мы это делаем, чтобы свести и подставить акустический импеданс и единообразно выразить все через давление и точно так же через приращение плотности. Значит, у нас с вами что получается? Е на РО 0, это что такое? Это скорость в среде, В, РО 0, на омега осталось здесь, да, вместо К, и на О 0. То есть, вот такая вот амплитуда давления, и проверяем, что интенсивность у нас тогда выражается, вон интенсивность у вас перед глазами, можно ее выразить через вот эту вот амплитуду давления. Значит, через амплитуду давления выражаем интенсивность. Получается у нас дельта П 0 в квадрате, дельта П 0 в квадрате, то есть, вот эта величина в квадрате, да, это что у нас такое? В квадрат, РО 0 квадрат, омега в квадрате, омега 0 в квадрате. Ну и кто посчитал, да, на что у нас разница, на что нам нужно поделить, чтобы у нас получилась интенсивность, которая вот здесь была написана, сравниваем вот эту интенсивность с приращением давления, значит, возводим это в квадрат, что у нас? В квадрат, да, здесь получилось, РО 0 в квадрат, да, а там было в первой степени, здесь омега в квадрат, да, без квадрата в квадрат получили, когда возвели дельта П 0 в квадрате, и у нулевое в квадрате, значит, у нас отличие этой дельта П 0 в квадрате от интенсивности, на что? на РО 0, В 0, на РО 0 и, да, что у нас там, В, не В 0, а В мы бы обозначали, вот, и это, и одна вторая, естественно, значит, у нас, смотрите с вами, интенсивность, оказывается, это амплитуда вот этого избыточного давления, так называемого, и деленная она, на что? На акустический импеданс, потому что РО 0 В, если мы скорость выразим, выразим как Е, как Е, да, соответственно, как Е к РО 0, то это будет у нас как раз акустический импеданс останется, то есть мы что с вами запоминаем еще раз, что либо у нас можно интенсивность вот так, да, там более сложно выразить через все участвующие, да, плотности, скорости, частоты, либо это просто приращение давления в квадрате и на Z, вот, либо, либо это другой вариант выражения для интенсивности, если, да, если мы выразим сейчас и, да, еще раз, давление, дельта П 0, это что у нас такое, другими словами, это акустический импеданс на скорость, на какую скорость? на скорость штрихованную, которая избыточная скорость, которая есть не скорость волны, а скорость движения колеблющихся частиц, это значит омега на U0, да, и тогда можно интенсивность выражать также через вот эту избыточную скорость колебания частиц в квадрате, то есть через вот эту вот энергетическую величину, да, фактически кинетическую энергию движения колебательного, значит, пишем это выражение для интенсивности, это будет 1,2 V0, V вот это вот, да, штрих, давайте так ее в квадрате умножить на акустический импеданс, вот эти два выражения интенсивности очень важно помнить, через избыточное давление и через и через вот это приращение колебательной скорости и уметь их выводить из общего выражения интенсивности и подставлять соответственно значения. Ну что, смотрим акустику, да, Ирина Валентиновна? Да, Ирина Валентиновна, сейчас посмотрим часть экспериментов, а потом продолжим. Значит, перед вами два динамика, один и второй, которые подсоединены к звуковому генератору, у него подается сигнал где-то около 1000 Гц. Поскольку динамики состояние покоя, то интерферационная картина она стабилизирована, то есть минимум максимум стабилизированный. Но каждый из вас слышит разные силы звука. И чтобы в этом убедиться, достаточно на месте поколебаться с стороны в сторону. да, будь здоров. Здоров. Так, ну-ка тише, пожалуйста, эксперименты важнейшее дело. Что такое намазали генгольца? Это такие сферы, которые зареги небольшие отверстия, а впереди куски сопла. Перед каждым соплом стоит такая лисушка. Сзади стоит микророль. И если на него подавать сигнал, например, какую-то определенную частоту, то всегда можно подобрать такую частоту, готовим, то есть мы будем им в результате чего будет выходить такой поток воздуха, который будет заставлять вращаться вот эти вертушки. отверстие. Спасибо. Продолжение следует... 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 частоты. То есть у нас с вами что есть? У нас с вами есть источник звука, да, у нас есть источник звука и приемник, да, здесь приемник, скажем так. Вот, и у нас есть с вами цук-волн, у нас есть цук-волн, это что означает? Что у нас с вами есть n, n, скажем так, n импульсов, или n максимум, максимумов гармонических функций, в данном случае это не очень важно, потому что у нас все равно в линейном режиме все рассматривается, да, и у нас есть тогда с вами скорость источника, будем рассматривать как скорость источника у х назовем, а скорость приемника у х штрих, а скорость волны в среде это будет v. Внимание, да, у нас при векторе Доплера играют, да, имеют значение три скорости, скорость источника волны, скорость приемника и сама скорость волны в среде, то есть е на ро, соответственно, модуль модуль Юнга делить на плотность. Эти три скорости будут участвовать сейчас в выражениях вот для эффекта Доплера. Ну и первый случай, что у нас получается с вами, когда у нас ничего не двигается, просто у нас эти цуги, это так назовем цук, вот эта вот конструкция, да, у которой есть начало и конец, называется цугом волн, да, потому что, потому что никакая волна не бывает бесконечной на практике гармонической волной, такого в природе не бывает. Всегда есть начало и конец сигнала, и в зависимости от того, какая величина сигнала, этот излучаемый цук волн акустических или электромагнитных, он ближе или дальше от идеального, да, гармонического закона. Так вот, у нас есть с вами первый случай, когда у нас и скорость источника 0 и скорость приемника 0. И тогда давайте посчитаем, какая у нас будет частота. Частота тогда, которую регистрирует наш приемник, частота, регистрируемая приемником, это будет число, да, фактически число периодов ТН, ну, а ТА1, это если бы у нас было только один, да, один, соответственно, период. И вот ТН делить на Н, это у нас с вами и будет Н на ТН, извините, да, у нас частота, значит, ТН на Н период, а Н на ТН, это будет наша частота. Вот. А ТН чему будет равно? Это просто будет длина цуга волн L, давайте нарисуем здесь L, это будет L, вместо ТН подставляем L делить на скорость волны. Вот у нас такая, да, невозмущенная, скажем так, нулевая частота, да, будет просто зависеть от, соответственно, ТНа и скорости волны. Теперь пусть у нас с вами, пусть у нас с вами, что-то, да, теперь движение зададим. ТН, да, либо L у нас, что у нас такое может быть? ТН умножить на В, вот так можно пометить себе. Второй случай, пусть у нас движется источник, пусть движется источник, движется источник, и это значит у Х не равно нулю. источник, и не равно нулю у Х-овая. У Х не равно нулю, а у Х-штрих равно нулю. У Х-штрих равно нулю. Что у нас тогда, как у нас изменится, как у нас изменится тогда частота? И считаем мы по-прежнему частоту. Значит, если у нас в положительном направлении будет двигаться источник, вот он здесь S, как, да, от слова source обозначен, вот, источник теперь движется со скоростью туда, да, себе предположим. Мы посмотрим, давайте, как себе представим сначала. Сейчас, если он у нас, да, вот у нас, видите, движение источника. Значит, что мы видим? Что у нас вот это вот L, да, вот это есть реально наш ЦУК, то есть вот эти максимумы наши, которые мы можем пересчитать. И как, поскольку у нас источник движется, то расстояние L у нас сокращается, то, которое до приемника мы имеем. А раз расстояние L сокращается, то каждая, да, длина волны сокращается, а частота, соответственно, должна увеличиваться. Вот мы должны что с вами получить в случае движущегося источника. И давайте это запишем. Значит, как мы можем это записать? Итак, это изменяется, когда движется источник L, то есть длина вот этого ЦУКа Вол, как она изменяется? А была она у нас ТН умножить на В, а поскольку у нас движется, поскольку у нас движется наш источник, то мы поправляем на ТН на УХ. Вот такая у нас поправочка. Ну и дальше считаем частоту, как и раньше, только вместо L подставляем, вместо L подставляем L штрих. Значит, у нас с вами будет ТН штрих, теперь другое, да, другое ТН, это будет ТН штрих, это будет L штрих делить на В. И это будет поправочка на как раз В-УХ. Вот она у нас В-УХ, она пойдет в знаменатель и увеличит нам частоту. Значит, это у нас В-УХ и разделить на В. В это у нас скорость волны. То есть поправка у нас в предвижущемся источнике, это будет точно так же, да, мы делим число Н на, значит, какая у нас частота будет новая, В в предвижущемся источнике штрихованное. Это будет Н деленное на ТН штрих, Н деленное на ТН штрих, и это будет частота деленная на единица минус УХ на В. Вот у нас поправка, вот у нас поправка получилась при движущемся источнике. Так, проверяем, что, значит, смотрите, мы вот эту ТН штрих отправили в знаменатель, поэтому получилось единичка минус УХ на В. И за счет этого, да, при движении источника навстречу приемнику, естественно, да, если в противоположную сторону, то просто знак меняется УХ, да, а если у нас движется источник навстречу приемнику, вот здесь представляем себе приемник, здесь источник, частота увеличивается, что мы и четко видим, а если удаляется источник, то для вот этого приемника, приемник вот здесь он принимает этот сферический фронт волны. Вот и все, значит, одна формула важная, теперь другая, другая ситуация, да, у нас движется с вами, у нас движется с вами приемник, ну, либо оба, источник и приемник, да, мы теперь можем уже эту формулу обобщить. Значит, третий случай, это движение, это движение у нас приемника, ну, или оба, источник и приемник. Давайте так, движется источник и приемник. Движется источник и приемник. Значит, у нас в чем, подход один и тот же, да, раз мы ищем частоту штрихованную, да, значит, мы ищем что, отношение числа наших цугов колебаний к нашей поправке по времени, tn' и tn' у нас, а tn' у нас что такое? l' l' будет меняться в зависимости от движения источника, значит, tn' это есть l' tn' это есть l' деленное на скорость волны, а когда у нас с вами движется приемник, это все равно, что увеличивается скорость движения волны. То есть, в случае движения приемника, мы должны поправить, да, вот эту вот скорость волны в среде на ux', то есть мы ее должны увеличить. Значит, да, совершенно разный подход, обратите внимание. Одно дело, когда движется источник, фактически у нас сокращается длина цуга, при том, что количество максимума в цуге не меняется, это когда движется источник, а когда движется приемник, это все равно, что у нас увеличивается скорость волны в среде. То есть, два разных механизма, да, изменения частоты, изменения частоты слышимой, да, по факту слышимой частоты. Одна вследствие увеличения или укорочения вот этого цуга, а другой механизм просто вследствие эффективного увеличения скорости волны. Ну и тогда, тогда в случае, вот, да, эту поправочку мы должны еще с вами откорректировать на, соответственно, на скорость, на то, что мы скорость изменили волны в среде. Ну и пишем тогда, как у нас будет новая частота. Значит, v, это будет n на tn штрих, это у нас v нулевую, да, начальная частота, которая у нас была n на tn, и мы с вами правим в числителе скорость, да, поправляем на ux штрих, а в знаменателе поправляем на скорость движения источника. То есть, вот такая у нас комбинация получается и при движении, и источника, и приемника. Ну и, да, финальная комбинация, принято ее поделить все на v, то есть, это у нас скорость волны. Единица плюс отношение скорости приемника, штрихованная ux штрих к v, и делим на единицу минус скорость источника тоже к скорости волны. Это у нас v положительное, когда у нас источник приближается к приемнику, и, да, и, соответственно, ux положительное, когда источник приближается к приемнику, и ux штрих положительное, когда у нас приемник, наоборот, движется к источнику. То есть положительные скорости, это в случае сближения. Ну, еще раз себе отметим, значит, когда у нас положительная будет скорость. Вот, если у нас цуг излучается сюда, то у нас движется источник сюда, значит, у нас ux больше нуля. И если у нас приемник движется навстречу этому цугу, то тогда ux штрих больше нуля вот в эту сторону. Вот мы с вами абсолютно четко, да, чтобы у нас было без путаницы, да, на экзаменах без путаницы и без разночтения в знаках, вот у нас с вами четкая конфигурация. Источник приближается, приемник приближается, и волна у нас распространяется в направлении туда же, куда движется источник. И это у нас скорость волны больше нуля вот в эту сторону. Вот вам расклад по эффекту Доплера, да, казалось бы. Так, слушаю, да, слушаю вопросы, потому что это просто, но важно. Где, какой вопрос про знаки? Конечно, конечно, конечно. Больше нуля я имела в виду. Конечно. Конечно, эта сторона больше нуля для ux штрихованной, это и эта, ну и, соответственно, вся у нас раскладка по скоростям с вами, по скоростям с вами есть. Следующее, то, что мы смотрели с вами, давайте определим, что такое еще ударная волна, чтобы мы грамотно могли всем объяснять, да, что четко, что такое ударная волна, и чем она отличается от всего того, что мы до сих пор рассматривали. Запишите себе под заголовочек ударная волна. Значит, ну, с Доплером, да, тут можно картинки посмотреть все, это, да, более-менее все понятно, мы с вами все это сделали, да, это мы отработали. Теперь давайте ударные волны с вами посмотрим. Последнее, что мы должны сделать по волнам, это ударные волны обсудить, потому что уж больно, да, уж больно на слуху от всяких взрывов и так далее, и от сверхзвуковых скоростей, мы с вами определение должны понимать достаточно четко, и как она формируется, тоже должны понимать. Значит, внимание, да, это дело серьезное. Ударная волна, это, 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 значит, это взрывы и сверхзвуковые скорости. Поэтому, как мы должны ее строить? Как мы должны с вами понимать ударную волну? До сих пор любые возмущения давления, которые мы рассматривали, были небольшие, да. И тогда представьте себе следующую картиночку. Как у нас строится профиль волны? Вот у нас координата х, и волна туда распространяется. И вот здесь, а здесь будет пускай давление по вертикальной оси. И вот у нас есть какое-то давление п нулевое. И у нас идет с вами время, у нас время пошло, да. Допустим, мы увеличиваем давление и хотим построить горб синусоиды. Как мы должны к этому относиться? Ну, поскольку у нас вот это было раньше всего, да, самое маленькое давление, то то возмущение, которое было с маленьким давлением, оно окажется дальше всех по х, потому что мы его самым первым начали возмущать. Теперь все представим дальше. Мы дали маленькое в линейном пределе возмущение следующее. Давление дельта п1. И тогда оно, да, в нормальном варианте будет где-то здесь. Да, будет где-то здесь. Поскольку мы его позже дали, оно будет и ближе здесь по ху и находиться. Дальше еще следующее мы дали приращение дельта п2. И оно будет еще ближе находиться здесь, потому что оно позже. И таким образом, да, самое большое добавляем линейное возмущение дельта п3. И оно у нас, вот мы его только что добавили, и оно у нас в самом начале при х равно нулю, и никуда еще не пропутешествовало, потому что еще время не прошло, мы только что его дали. И вот у нас строится профиль волны вот в таком гармоническом приближении, такой спокойной, знакомой нам четвертинка там какой-то гармонической функции. Правильно? Это обычный наш гармонический случай. Когда я говорю гармонический, значит, решение в виде синуса или косинуса. И это означает, что у нас уравнения были линейные, потому что у нас там первая гармоника, а вторых, третьих и так далее гармониках мы не обсуждаем, а самый простой случай рассматриваем. Первый случай, это обычная волна. Теперь что происходит в случае ударной волны? В случае ударной волны мы сразу выходим, да, точно так же, вот рисуем х, да, наше направление распространения. Ну и вот какое-то у нас базовое давление, там атмосферное, или то, которое было там, да, в резонаторе или где-то еще, да, где мы начинаем его повышать. И мы даем, да, я его здесь буду рисовать маленьким, но мы даем большой скачок давления, потому что мы по определению, как только говорим об ударных волнах, это есть нелинейный режим, это есть большие возмущения давления. И мы дали большое возмущение давления. Вот, мы дали большое возмущение давления, и оно настолько велико, что скорость его сама начинает зависеть вот от этой амплитуды. Скорость есть функция плотности, как мы с вами знаем, да. И как только мы дали большое, большое приращение давления, мы увеличили плотность, и мы увеличили скорость, то есть у нас скорость волны будет увеличиваться с давлением. И у нас вместо того, чтобы отставать, вот как здесь, у нас при увеличении давления, у нас волна будет проходить быстрее. И когда еще следующее давление, мы еще добавляем, да, еще больше скорость волны. И таким образом, вместо гармонического фронта, у нас получается более крутой волновой фронт. И именно вот такой крутой волновой фронт, а здесь фактически, да, плоская такая часть его, и есть ударная волна. То есть самый простой пример формирования ударной волны, это когда скорость волны начинает зависеть от самой, собственно, амплитуды волны. А что такое амплитуда смещения? Это и есть давление. Мы увеличиваем давление, мы увеличиваем плотность, и мы, да, увеличивая это, увеличиваем также вместе и скорость волны. То есть скорость волны начинает зависеть от амплитуды. Таким образом формируется ударный фронт. Почему он называется, почему называется этот фронт ударным? Потому что частицы, у нас есть как бы две зоны, в одной части давление мало и частицы, скажем, двигаются с какой-то там тепловой скоростью. А как только до них доходит с определенной скоростью этот ударный фронт, по недвижущимся частицам фактически ударяют частицы, которые двигаются с большой скоростью, потому что мы с вами видели, мы интенсивность с вами писали, там было что, помните, какая интенсивность была? Было что, дельта П0 в квадрате на импеданс пополам, что скорость в квадрате смещения частиц, это была скорость в квадрате умножить на импеданс, штрихованная скорость движения умножить на импеданс и делить пополам. Вот что такое интенсивность. Таким образом, как только я добираюсь вот этим ударным фронтом до той части частиц, которая в покое находится, на них обрушивается огромная кинетическая энергия Энергия вот этих вот движущихся частиц под действием больших приращений давления. Вот как формируется ударная волна. И дальше этот фронт распространяется, соответственно. Ну теперь давайте на примере нарисуем еще как самолетик движется, а потом посмотрим по картинкам. Значит, что теперь происходит? Давайте вот как сверхзвуковой барьер тоже отрисуем себе, чтобы понимать это движение ударной волны. Значит, у нас вот первая ситуация, да, обычный пассажирский самолет, который летит со скоростью, да, 900, примерно 800 километров в час. Значит, скорость меньше скорости звука, v меньше c. Давайте подумаем, значит, что у нас происходит. Вот самолет таким носиком, значит, рисуем, и самолет находился вот в этом месте. И представим себе, да, носик испускает что? Испускает вот такую вот сферическую звуковую волну. И поскольку скорость самолета всегда будет меньше скорости звука, что будет происходить в следующий момент времени? У нас носик передвинется, у нас, конечно, да, он подгонит немножечко, да, будут вот эти вот фронты ближе сужены, которые, да, мы догоним какие-то из, какие-то из этих сферических, да, волновых фронтов, которые мы испустили, но мы никогда их не перегоним. То есть все равно у нас впереди самолета будет идти такая спокойная, спокойная, да, сферическая, сферическая волна, без всякого ударного фронта. Это значит, когда у нас скорость самолета будет меньше скорости звука. Теперь вторая ситуация, когда скорость самолета становится больше скорости звука. Значит, вторая ситуация Скорость самолета больше скорости звука Рисуем тот же наш носик Поскольку у нас все это движется Поскольку все это движется со скоростью Большей скоростью звука То вот это вот расстояние оказывается Вот это расстояние, которое возмущает боковая часть самолета Оказывается меньше, чем вот это расстояние Поскольку скорость звука у нас Вот это вот расстояние ВТ Оказывается больше, чем ЦТ То есть ВТ больше, чем ЦТ И образуется вот такой вот фронт Чем он характерен? Что сюда звук успел дойти А другие точки вот сюда Вот сюда еще ничего не успело дойти И тогда именно вот эта граница И есть вот этот такой разрыв Который мы вон там нарисовали От давления Вот он, видите? Вот такая получается ступенька Да, или другими словами Ударная волна или разрывная волна Потому что именно здесь у нас частицы еще не двигаются Они не возмущены А вот здесь они возмущены очень сильно Потому что такое существенное возмущение Как от самолета, который движется Сферозвуковой скоростью Оно, естественно, происходит в нелинейном режиме А не в линейном гармоническом Который мы математически с вами научились описывать Ну так вот, именно вот эта вот линия Да, геометрическая Которая есть Которая есть Да, вот эта сторона Вот этого треугольника И формирует нам ударный фронт Именно Он и этот хлопок Да, именно ровно этот хлопок И слышно, когда у нас скорость Становится больше скорости звука И поэтому просьба, да, вот точно понимать Что такое ударная волна Еще пример Давайте рассмотрим ударные волны И тогда, может быть, вы Что-то сообразите Как это, как еще, где это можно увидеть Значит, это Когда у нас Представьте себе Вот такой фронт, да, импульс идет И Это среда У нас, да, здесь Все это в среде находится И Опять же, скорость По Скорость вот такая вот Вдоль Вдоль Смещения Это у нас фактически с вами Смещение Давайте будет поперечная волна Которая по х распространяется И представьте себе Что если скорость Вот здесь вот Для Более больших смещений Сама зависит от смещения Возникает Опять же Нелинейный процесс Потому что нету Постоянной скорости Волны в среде И Если у нас Скорость Чем больше Тем больше смещения То следующая картинка Этой ударной волны Будет вот такая вот То есть Фронт волны Считайте Да Будет опрокидываться Что такое опрокидываться А вот будет вот здесь Вот создаваться разрыв Потому что Вот эти части Которые наверху И которые имеют Большую амплитуду Будут двигаться С большей скоростью И таким образом Опять же Будет формироваться Вот этот разрывный Фронт волны Значит Вот что такое Ударные волны Ну и Про них можно Да Соответственно Долго Где они Здесь Где-то были У меня Нарисованы Вот Ну да Можно еще раз Посмотреть Значит На движении Пуль И всего Да Что может двигаться Со сверхзвуковой скоростью Это вот фактически Конус Маха Еще Про него На следующем Занятии Поговорим Значит Все Да На этом моменте Давайте Заканчивать Мы с вами Волны закончили И Основное То, что вы должны На зубок Знать Мы все Обсудили С вами Да И если Какие-то вопросы Остались Можно будет Спросить А сейчас А сейчас Наверное Да Сейчас Или Попозже Можно Попозже Да Все Тогда еще Тогда мы можем С вами Начать Гидро И Аэростатику Да И вспомнить Что Что у нас Здесь Какие Основные Моменты Которые Вы должны Еще Из Прошлых Своих Соответственно Из Прошлых Своих Рассмотрений Помнить Да Значит Что еще На вас Что мы Еще Что мы Еще Не посмотрели Но это Но это Но это Просто Перевод В децибелы К экзаменам Посмотрите Пожалуйста Перевод Звуковой шкалы В децибелы Это просто Это надо Силу звука В децибелах Посмотрите Что такое Порог слышимости Ну это Да Уже такой Приятный Материал Да Пороги Слышимости И Сила звука В децибелах Это на вас Сила звука В децибелах Это полезно знать Сила звука В децибелах Что это такое И что такое Порог слышимости Вот А мы с вами Двигаемся дальше В гидро И аэро Статику Сначала Ну и давайте Вспоминать Что мы Здесь Должны Отметить Значит Первое Это Закон Паскаля Значит Как мы Вспоминаем Как мы Это должны С вами Выводить Рисуем Рисуем Треугольничек И рисуем Плоскость От него Идущую Вот так вот Туда Ну такую Наклонную плоскость Считайте Да Можно себе Представить Как наклонную плоскость И Распишем 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 Стороны Вот так Вот L1 L2 L3 И силы Действующие На каждую Сторон F1 F2 F3 F1 F2 F3 F2 F3 F1 F2 F3 Ну и тогда Мы с вами Баланс сил Можем записать Как мы с вами писали Когда модуль Сдвига Модуль Юнга Выводили Значит у нас Должна быть Пропорционально Сумма всех сил Равна нулю Значит здесь F2 Здесь F3 Гипотенуза И снизу F1 И соответствующие Длины L1 L3 L2 Значит у нас Пропорционально Чтобы у нас Сложился Векторная сумма F1 F2 Да чтобы у нас Была в статическом Как бы да В статическом Равновесии Этот треугольничек Находился Нам нужно Написать Что у нас Напряжение Со всех сторон То есть сумма Напряжений По всем трем направлениям Будет равна нулю А что значит Сумма напряжений По всем трем направлениям Равна нулю Значит это F1 Да F1 Делить на L1 Ну и можно сразу Поделить на L0 Которое Которое вот в том Да В каком-то Перпендикулярном Направлении Уходит Чтобы нам Все площади Считать Значит что у нас С вами получается Напряжение Которое идет На вот На вот эту Ну уходящую туда Перпендикулярно Доске поверхность Значит у нее Ширина на нас Смотрит L1 И туда уходит L0 Длинная сторона Ну соответственно Так же F2 На L2 L0 F3 На L3 L0 Ну и поскольку У нас в статическом Равновесии Этот треугольник Находится То Вот эти Три напряжения Оказываются Равными А это Означает Что у нас Давление Которые Со всех сторон На этот На этот Треугольничек На этот Треугольничек Давят Оказываются Равны То есть Силы разные Ну и силы Мы как обычно Векторно Сложим И получим Что треугольник У нас Находится В равновесии А из этого Равенства Сил И Сторон Вот этих Отношений Площадей Мы получаем Что все три давления Равны П1 равно П2 Равно П3 Ну и давайте Значит А с вами Что такое Закон Паскаля Запишем Что мы знали Итак уже Внешнее давление Давайте Передается Жидкостью Или газом По всем направлениям Без изменений Еще раз Внешнее давление Передается Жидкостью Или газом По всем направлениям Без изменений Ну и какой пример У нас Известный И сейчас мы его Посмотрим Это есть Гидравлический пресс Гидравлический пресс Сразу вспоминаем И там у нас Что у нас получается F1 КС1 Равно F2 КС2 Просто вспоминаем Чтобы в тему Нам с вами Войти В эту Гидростатическую Правильно Что мы здесь Две силы F1 С1 F2 С2 F1 Относится Также КС1 Как Ф2 КС2 Есть Сделали Дальше Продолжаем Дальше продолжаем Для сосудов Писать Уравнение Уже Чтобы нам Да И закон Архимеда В общем Виде Получить Следующее Называется Маленький Подраздел Это Основное Уравнение Гидростатики Давайте пишем Основное Уравнение Гидростатики Гидростатики Это мы Координату Z Вертикально Рисуем И делим Силы Следующим Образом Значит У нас Сила Будет От От Z От Z От Z Плюс Дельта Z И От Z И Суммируем На Какой-то Элемент На Какой-то Элементик Ну Можно Сосуд Жидкостью Представить И Рассмотрим Что Действует Значит Что Может Действовать На него На него Массовая Сила Будет Действовать Которая Ф М Ее Пометим И Будет Разность Двух Сил Действовать От Z И От Z Плюс Дельта Z F От Z Давайте Так Вот Z И Z Плюс Дельта Z Которая Которая Связана С тем Что У нас Все Это Находится Внутри Одной Жидкости Все Меня Ирина Валентиновна Останавливает Нам 6 минут Осталось Да Все Давайте Тогда С Этими Уравнениями Разберемся Мы Сначала Хотели Справедить Закон Маскаля Что Добрение Убиличивается Традиционально Глубине Погружение И То Что Добрение На Одной Глубине На Одной Высоте Есть Добрение Для этого У нас Есть Стакан Вот Такой Соединенный С Манометром И Есть С Водой Если Погружать Стакан Воду То Видно Что Давление Увеличивается Пропорционально Глубине Погружения Вход Это Видно По Манометру Теперь Мы Можем Затексировать На Какой-то Обсоединенной Глубине Добрение И Я Начинаю Видать Стакан В Одну Сторон В Другую Сторон У Меня Добрение Не Изменяется Что И Справедлив Закон Поставят Что На Одной Глубине Добрение Во Все Сторон Один Еще Один Привет Справедливый Закон Шаркали И Закон Поставить Носколько Соткорен 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 Он Представляет Собой Два Силендрических Сосудов Значит Большого И Маленького Диаметра Значит Заполненные Машины Маслом Закрыты Поршнями Маленькие Цилиндры Используются Как Насос И Если Начать Качать Рычагом То За счет Увеличения Давления Вот здесь Видно Я сейчас Придал Что он Поднимался Поскольку У нас Очень Донкая Дощечка То Придется Очень Долго Качать Чтобы Зафиксировать Ну Вот Мастерилю Можете Попробовать Зафиксировать Что Она Действительно Давит Причем Этот Гидравлический Пет Ставит На Сосуд Что Угодно Чтобы Куда Подставить Большой Силы Где-то Порядка 15 Тон О том Что Последное Давление Большое Сложно Судить По Такому Стрелету Вам Стоит Такому Рассудов Улучшаем Вот Если Внутри Вот Они Раскрываются А теперь Мы Откачаем Внутри 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 Вы Кому-нибудь Разрешите Попробовать Ринолити А то Вдруг Это просто Вы А то Вдруг Вы Просто Обманываете Да Ну Давайте Достаточно Хотя бы Столько Ну Если уж Раскроете Это действительно Сильное Кто готов Кто готов Вдвоем Нет Ну есть же Настоящие Должны же быть Нет Нужен Второй Ирину Валентину Мне Сейчас Загубите Аккуратнее Ирину Валентину Так что Ерин Аккуратнее 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 Если ее Средняя Можность Равня Можность И Можность Можность Вот здесь Перед вами И все В этом Молочек Можно регулировать Изменяя В сосуде В сосуде Находится Водолаз В сосуде Водолаз И если я Нажимаю На Грун У меня Грун Водолаз Отпущаю Он всплывает То есть Таким способом Я То уменьшаю То увеличу Своего Среди Водолаз Если кому интересно Я потом могу Сказать Почему Он Кто тонет Кто Скрубает То есть Это зависит От того Какова Средняя Клотность И Среди Водолаз С той Жидкостью Которой Лавит Тело Согласны Терпим Терпим Это Да Давление Внутри Газа И Жидкости Меньше Чем В окружающей Боложьей Вот это Можно Продвести Терпим 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 Показываем Если здесь Давление Меньше То Скорость Больше Ну Давайте Посмотрим Как вы Нет Только от вас зависит Вы В перерыве Стрелять Будем Будем Стрелять Да Отлично На Тут Горох Тут И Тут Терпим Отлич Внимание, тихо, не мешать, тихо. Тихо всем стоит. Дырка есть, дырка есть. Отлично. Всё. 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 Всё.